итак сегодня у нас 7 7 лекция как вести личное воспитание как проводить личное воспитание место описания иоанна 15 глава с 1 по 7 стих давайте вместе прочитаем я есть истинная виноградная лоза отец мой виноградарь всякую у меня ветвь не приносящую плода он отсекает и всякую приносящую плод очищает чтобы более принесла плода вы уже очищены через слово которое я пропадал вам прибудьте во мне я вас как ведь в не может приносить плода сама собою если не будет на лозе так и вы если не будете во мне я из ваза а вы ветви кто прибывает во мне и я в нем тут приносит много плода без меня не можете делать ничего кто не прибудет во мне извергнется вон как ведь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают если прибудете во мне из вам мои вас прибудут то чего не пожелаете просите и будет вам значит вот это слово которое иисус сказал ученикам вот просто понимать таким образом было недостаточно вот это слово оно было дано иудеям и фарисеям вот и иудеи и фарисеи они всем отвергли иисуса то есть они не остались в иисусе то есть на лозе а если ведь она не на лозе тогда она не может приносить никакого плода научить наученики поскольку они ветви на лозе то сколько они будут на лозе столько они будут приносить плоды и сегодня вам необходимо внимательно послушать послание значит вступление вступление принцип обучение ученика то есть есть можно сказать что это принцип жизни веры и принцип воспитания учеников что-то за принцип то есть вам необходимо быть укорененными и вот тогда вопрос в чем необходимо пустить корни вот три вещи в чем вам необходимо укорениться а на чем быть укорененным я уже скажу об этом попозже первое библия давайте посмотрим в библию второе второзаконие 6 глава 4 по 9 стихи то есть вот здесь вы можете прочитать что что слово божие да будут знак на руку повязками над глазами на косяках дома твоего на воротах твоих то есть всегда когда вы ложитесь встаете когда вы идете вам необходимо смотреть божье слово то есть вот это место исписание оно говорит о том что вам необходимо быть укорененными слове а также экклезиастом 12 глава 11 стих то есть мы говорим как вбитые гвозди то есть если гвоздь он хорошо в битв тогда что произойдет на него можно повесить много что затем посмотрите исая 22 главу с 20 по 22 стих здесь также говорится что будет повешен слава израиля будет повешена на нем как на крепком гвозди а также псалом 1 из 1 по 6 стихи то есть здесь говорится о дереве которое посаженное при потоках вод оно будет приносит плод свой во время свое почему оно будет приносить плод потому что то есть даже если будет сухая погода но дерево корнями глубоко в земле и через корни оно питается питается водой и так же самым вот виноград вот ученые говорят что виноград он очень глубоко пускает корни под землю то есть другими с вами вот виноград это такое вот такое дерево которое очень глубоко пускают корни чтобы постоянно пить воду из земли и так же само тогда может быть вино будет хорошее и затем сегодняшнее место описания которое мы с вами прочитали Иоанна 15 глава с 1 по 7 стих то есть то есть когда ветвь на лозе только тогда она может приносить плоды то есть достаточно просто ветви быть на лозе и все но если ветвь отрезана от лозы не важно как она пытается она не сможет приносить плоды то есть вот это все оно говорит об одном ну все эти места описания говорят об одном и том же вот если вы посмотрите марка 3 глава 14 стих вы можете увидеть причину почему Иисус призвал учеников написано чтобы с ним были Матфея 4 глава 19 стих Иисус говорит ученикам следуйте за Мною и я сделаю вас ловцами человеков то есть Иисус он не сказал так усердно это делайте либо вот это соблюдайте усердно он говорит просто следуйте за Мною то есть опять все эти места описания говорят об одном и том же затем Матфея 11.28 Иисус говорит придите ко мне все труждающиеся и обремененные то есть просто придите ко мне придите и потом я успокою вас то есть опять же то же самое содержание и посмотрите Матфея 28 глава 20 стих я буду с вами до скончания земли то есть вот здесь все говорится о чем это корни и второе значение укореняться укорениться что это значит быть укорененным пустить корни то есть когда мы укоренены это значит вы сосредотачиваетесь на правильных вещах первое сосредоточенность вам не надо быть сосредоточенными на неправильном то есть для действительно только в правильных вещах вам необходимо сосредоточиться и если мы сосредотачиваемся на правильных вещах то второе это будет нашей сущностью и третье это будет связано с нашей жизнью и и это все связано с благословением уис то есть вместе четвертое и тогда пятое в результате это принесет плоды пятое плоды то есть вот все вот это мы с вами сейчас объясняем значение слова корни и номер три вам необходимо пустить корни в трех вещах что это значит значит первое есть благословение внутри евангелия что это за благословение которое внутри евангелия вот у нас есть семь благословений вот через молитву необходимо пустить в этом корне поэтому вот все верующие которые получили спасение они получили семь благословений то есть это благословение которое мы получаем внутри христа то есть не просто зная об этих семи благословениях а через молитву необходимо пустить корни в этих семи благословениях вот вы же знаете семь благословений правильно четыре благословения относительно положения а три относительно положения и четыре относительно власти то есть Божий Дух Он с нами и внутри нас и также благословение водительства Духа Святого а также Бог Он ведет нашу жизнь и пребывает с нами и третье когда мы молимся Дух Святой действует то есть вот это есть благословение положения чада Божьего и не только это не только положение но и власть у нас есть чада Божьего мы можем связывать силы тьмы дьявола а также у нас есть власть получать помощь ангелов они слушат нам а также наше покровительство это Царство Небесное а также нам дано благословение завоевать весь мир Евангелие вам необходимо через молитву вот эти семь благословений укоренить в себе поэтому что необходимо делать постоянно молиться за эти благословения и второе 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 в чем необходимо опустить корни это мысли о проповедовании то есть надо постоянно думать о проповедовании то есть если вы постоянно думаете о проповедовании тогда само собой проповедование пускает в вас корни а также третье талант который дан нам Богом в нашей жизни надо тоже пустить корни то есть он должен пустой он должен пустить корни в моей жизни талант и в общем вот в этих трех вещах вам необходимо пустить корни если Евангелие действительно для вас важным является тогда и проповедование тоже будет важным тогда вы можете найти причину почему вам надо преуспеветь в жизни и и тогда ради всемирной евангелизации если Бог дает что-то нам тогда нам необходимо использовать это ради проповедования то есть специализация глобализация евангелизация то есть если вы пустите корни вот в этих трех вещах тогда вы можете все оживить итак внутри вот этих вещах относительно корня давайте мы сегодня войдем в основное послание то есть первое все таки цель сделать новообращенных правильно понимающими Бога номер один правильно знать Бога Бог он знает нас точно и детально поэтому Бог он знает все что мы имеем вот посмотрите псалом сто тридцать восемь с первого по четвертый стих а так же Иоанна десятая глава четырнадцатый стих вот эти все места из Писания я хочу что вы нашли и прочитали и второе Бог он смотрит на нас с с точки зрения любви условия любви и местное Писание здесь это 1 Иоанна 1.9 затем римлянам 5.8 и евреям 12 глава с 5 по 6 стих и и вот это любовь божья 3 любовь божья неизменная Исайя 40 глава 8 стих а также 1 Петра 1 глава с 23 по 25 стихи и и так следующее номер 4 бог он со всеми людьми и особенно с верующими евреям 13.5 и Иисус Навин 1.9 а также номер 5 бог он восполняет все наши нужды местное Писание Филиппийцам 4.19 затем Матфея 6.8 и также Бытие 22 глава 14 стих номер 6 бог он ведет верующих здесь можете посмотреть Псалом 47.14 и затем Псалом 16.8 и притчи 3.5.6 а также номер 7 бог дает мир который этот мир дать не может Филиппийцам 4.6.7 и Иоанна 14.27 и Иоанна 16.13 то есть нам необходимо помочь чтобы новообращенные хорошо знали бога и второе тогда как мы можем помочь новообращенным необходимо помочь чтобы новообращенные запоминали и размышляли над словом то есть вы можете помочь им чтобы они запомнили и размышляли над словом то есть когда вы начинаете лично воспитывать людей вот это очень важно чтобы люди они могли запоминать библейские божье слово и размышлять над словом и первое какое значение значимость важность запоминания и размышления над словом божиим первое чтобы они были как Христос филиппийцам 2.5 а затем второе чтобы они могли наслаждаться полноценной жизнью Иоанна 10 глава 10 стих и также Иоанна 14 глава 21 стих а также номер 3 необходимо помочь им расти и становиться более зрелыми Матфея 4 глава 4 стих а также Диане 20 глава 32 стих а также номер 4 помочь им получать радость и благодать то есть если люди будут запоминать и размышлять над словом тогда у них получится радоваться и получать благодать значит об этом говорится Псалом 118 29 то есть Божье слово это Бог тоже то есть через بожье слово мы можем встретится с Богом тогда номер 5 надо встретиться с Господом как встретиться с Господом? через словом то есть не просто а слушая с Слово а Ésлово запоминать и размышлять над словом Божьим И тогда номер два Какая причина Помочь им запоминать и размещать на Словом Божьем Первое Потому что большинство людей Они отделены от Слова Они разделены со Словом Потому что Люди жили Не зная Божье Слово То есть поскольку они вообще не знают Слова То нам необходимо Помочь им пустить корни в Слове И номер два Перед тем как Поступать Необходимо помочь Чтобы они размышляли над Словом Почему? Потому что Применять это Слово им тяжело И номер три Помимо того Как люди будут размышлять над Словом Применять его в своей жизни Третье Будут плоды Великие плоды То есть Что нам необходимо с вами Иметь ввиду Что иногда мы можем Заставлять новообращенных Вот к примеру Размышлять над Словом Либо же запоминать Слово Вот к примеру Вот есть такая миссионерская организация Называется Навигатор Вот они заставляют людей Заучивать библейские стихи То есть Поскольку идет Примус В плане Выучить библейский стих То у людей не получается Размышлять Над этим И То есть У верующих Должно быть время Когда они просто Размышляют над Божьим Словом И Также вот эта организация Навигатор Поскольку они заставляют Выучить библейский стих То Для многих людей Это становится Бременем То есть Но то о чем мы сегодня говорим Божье Слово Не было дано нам Для того Чтобы мы получали бремя Нам необходимо Людей воспитывать В Евангелии И Первый принцип Обучения ученика Помочь людям Быть укорененным Укорененными То есть Если вы посмотрите В Библию Когда верующие Были глубоко Укоренены В Божьем Слове Тогда Великое Божье Действие Произошло И они получили Великие Ответы То есть Без Укрепления В Божьем Слове Другие вещи Они укореняются В верующим Поэтому Божье Действие Не происходит То есть Когда мы Воспитываем на обращенных Самый первый принцип Это есть Укоренение В Слове Для того Чтобы они знали Божье Слово И Божье Благословение И конечно же Самый основной метод Относительно Новообращенных Поскольку они не знают Божье Слово Вообще То постоянно Говорить им Божье Слово И помогать им Заучивать Библейские стихи Чтобы к ним Приходило Знание Слово Божье Ну и тоже Нельзя допустить Чтобы Эти верующие Не зная Значение Просто взяли Выучили Стих Поэтому Когда вы Пытаетесь Запомнить Библейское Слово То есть Не просто Пытаетесь Запомнить Божье Слово И все А запомнить Послание Которое Несется В этом Слове И Затем Используя Слово Божье Вот Послание Вы тогда Когда вы Слушаете Послание Вы молитесь Если мы Вот если Вы попросите Если мы Вас спросим Что такое Молитва Вы скажете Ну что-то Просить Но это Не так Молитву Вы можете Просто Размышлять Над Божьим Словом Только Через Размышление Тогда Божье Слово Будет Входить Внутрь Вас А так же Есть И люди Которые У которых Получается Молитва Вот они Послушают Слово Потом Они Упорядочат Это слово И молятся За это Слово И Не просто Вот Послушать Слово И Помолиться Но Третье Провести Форум Вот это Самый Лучший Способ Также Укоренит Слово Внутри Вас Тогда Слово Божье Может Легко Войти Внутри Вас Когда Вы поступаете Таким Образом Но Вы Не Знаете Евангелие К примеру Тогда Вы Просто Говорите Какое Божье Слово Но Оно Большой Позы Вам Не Приносит Поэтому Мы Что Говорим В самом Начале Мы Всегда Подчеркиваем Евангелие Путь Спасения И Вот В пути Спасения Есть Библейские Стихи И Вы Можете Их Запомнить И Вы Можете Над Ними Размышлять То Есть Если Вы Постоянно Будете Слушать Послание К примеру Послание Путь Спасения Даже Если Вы Не Будете Пытаться Запомнить Но Само Собой Вот Эти Библейские Стихи Они Запомнятся Поэтому Вот Мы Постоянно Просим Людей Делать Практику Чтобы Они Передавали Сами Путь Спасения Если Вы Хотите Глубже Войти В Евангелие Тогда Вам Необходима Ивановская Диаграмма И Вот К примеру Вы Вы Делаете Практику Пишите Путь Спасения Тогда Вы Можете Глубже Войти В Божье Слово И Божье Слово Укоренится Вас Мы Говорим Что Индивидуальная Личное Воспитание Это Очень Важно И На Прошлом Деле Мы Говорили О Жаждущих Душах Когда Вы Найдете Жаждущую Душу Как Их Воспитать То То есть Новообращенного Вот Когда Вы Найдете Важного Человека Тогда Необходимо Помочь Ему Укорениться В Слово И Для Этого Мы Используем Божье Слово Вот Путь Спасения Иванская Диаграмма Чтобы Они Могли Узнать О Боге И Номер Три Важность То есть Мы Сейчас Говорим О Значимости И Причине Запоминания И Размышления Над словом Но Третье В чем Важность Этого Первое Потому Что Божье Слово Оно Вечное Солом 116 89 И Исайя 40 Глава 6 По 8 Стих А 6 И 8 Стих И 1 Петра 1 23 24 И 2 И И И Когда Мы По-настоящему Встречаемся С Божьим Словом Тогда Душа наша Будет оживать Второе Душа Оживает И Слово Божье Оно Оживляет Нашу Душу Поэтому Нам Необходимо Укорениться В Божьем Слове Луки 24 32 И Затем Что Нам Необходимо Что Необходимо Всегда Иметь Это Тоже Божье Слово Всегда Иметь И Тогда Мы Можем Словом Победить Сатану И По слову Будут Просходить Действия Матфеев 4 Глава С 1 По 11 Стихи То Слово Божье Должно Стать Нашим Наставником Воспитателем То Мы Не Должны Жить Только Ради Плоти Четвертое Это то Что Каждый Должен Делать Это то Что Каждый Может Делать Второзаконие 6 6 И Колоссянам 3 16 И Четвертое Тогда Запоминание И размышление Над Божьим Словом Принесет Пользу Четвертое Польза То есть Мы Можем Первое У нас Есть Положительные У нас Есть Доказательства Эффективности То есть Второе Когда Божье Слово Так Укрепится В наших Сердцах Тогда Беспокойство Исчезнет То есть Вы Сами Можете Вот Вы Можете Сами Посвительствовать О том Как Божье Слово Точно А также Третье Божье Слово Помогает Нам Преодолеть Грех Это Псалом 118 11 То есть Написано Для того Чтобы Не грешить Перед Тобою Я Я Сокрыл Слово Твое В сердце Мое И Затем Четвертое Это Как Это Как Излечение На На Наши Души На Наши Излечение Это Как Полезные Вещества Для Наши Души 1 Петра 2 2 А Также Номер 5 Божье Слово Может Дать Нам Мир Бытие 2 4 63 Потом Иисус Навин 1 8 И Псалом 1 Глава С 1 По 3 Стих И Номер 5 Ключ К Запоминанию Божьего Слова Божьего Слова 1 Должно Быть У вас Любовь По Отношению К Господу 2 Вы Должны Получить Благодать То То есть Тогда Само Собой Вы Сможете Размышлять Над Божьим Словом Запоминать Божье Слово А также Нам Необходимо Получить Божье Направление Каждый раз Когда вы Молитесь И Размышляете Над Стихом То Есть Сегодняшнем Послании Вам Необходимо Увидеть Главные Пункты Личного Воспитания То есть Ключ Личного Воспитания Помочь Новообращенному Укорениться В Божьем Слове То есть Чтобы Божье Слово Укоренилось В нем Для того Чтобы быть Укоренен В Божьем Слове Первый Метод Это Запоминание И размышление Над Словом Божьим То есть Если вы Постоянно Размышляете И запоминаете Божье Слово Тогда Божье Слово Будет входить Внутрь вас Ну К примеру Когда вы Читаете Библию И вы Не понимаете Смысл И вы просто Много читаете Тогда это Бессмысленно И Также Бывают Случаи Когда люди Некоторые Они читают Библию Сами И они И вот Они Следуют Своему Направлению А не Направлению Духа Святого Поэтому Истолковывают Библию Они тоже По-своему То есть Люди Которые Очень такие Чилы Законники Они будут Истолковывать Все с точки Зрения Закона Что Божье Слово Это Как Закон Поэтому Новообращенного Они не знают Божье Слово Поэтому Они не знают Они правильно Читают Библию Или же Законниче С точки Зрения Поэтому Вам Необходимо Помочь Им Быть Укорененными В Правильном Слове В Слове Евангелия И Если Евангелие Это Все И Тогда Мы Сможем Это Евангелие Проповедовать И Все Будет Все Получаться То есть Вот Это Я Объясняю Об Учениках Если Вы Сможете Сами Быть Укоренены В Божьем Слове И Евангелии Тогда Вы Принесете Много Плодов Поэтому Первое Когда Вы Начинаете Вести Индивидуальное Воспитание Личное Воспитание Тогда Первое Надо Всегда Думать Как Я Могу Сделать Так Чтобы Этот Человек Укоренился В Евангелии В Божьем Слове Заключение Вам Немножко Надо Знать Принцип Значит Когда Мы Говорим Вам Необходимо Быть Укоренен В Евангелии Мы Говорим О Мыслях И О Сердце То есть Это Это Связано С Вашими Мыслями И С Вашим Сердцем То есть Когда Вы Что-то Запоминаете Оно Сначала Оно Должно Войти Ваши Мысли Ваше Сознание Потом Ваше Сердце Вот Мы Слушаем Евангелие Мы Размышляем Над Божьим Словом И Вот Это Слово Оно Должно Войти Ваши Мысли И Ваше Сердце И Тогда Слово Если Войдет Ваши Мысли И Сердце Оно Будет Запечатлено Вашим Мозгу То есть Только Когда Евангелие Войдет Ваш Мозг Только Тогда Оно Начнется Внутри Воздействовать То есть Теперь Евангелие Оно Как бы Оно Уже Как Бы Утвердилось В вас Только Тогда Вы Можете Выходить И Пропедовать Это Евангелие И Вот Когда Вы Сталкиваетесь С проблемами Тогда Евангелие Оно Сразу Должно Выйти Из Вашего Мозга Почему Потому Что Оно Там Уже Утвердилось А Поскольку Неправильные Вещи Укоренены Уже Вашу Мозгу Поэтому Когда Вы Сталкиваетесь С проблемами Сразу Неправильное Выходит Поэтому Когда Происходит Проблема То Что Вы Выучили То Что Вы Испытали То Что Вы Видели Вот Это Все Неправильное Оно Выходит Из Вас А Евангелие Вообще Не Выходит Из Вас Поэтому Вы Не Можете Решить Проблему И Очень Много Верующих Которые Ходят В церковь Долгое Время Но Слово Божье Не Было Укоренено В них Поэтому Когда Они Сталкиваются С Проблемами Неправильные Вещи Выходят Из них То есть Такие Верующие Они Уже Ходят Десятки Лет Церковь Но Когда Они Сталкиваются С Проблемами Выходят Их Мысли И Они Пытаются Своими Мыслями Своими Знаниями Решать Проблемы То есть Это Говорит О том Что Слово Божье Вообще Не Вошло В Человека То есть Если Вы Будете Понимать Вот Этот Принцип Тогда Вы Будете Понимать Как Необходимо Укоренить Слово В себе Вот Слово Если Не Обойдет Ваше Сердце Мысли Будет Запрещено Вашем Мозгу Тогда Оно Войдет Ваш Дух Вот Только Когда Оно Войдет Ваш Дух Только Тогда Оно Пускает Корни То Слово Вашем Духе Мы Теперь Можем Сказать Слово Укорено Вас И Вот Тогда Ваш Дух Он Уже Находится В общении С Престолом Божьим То Есть В общении С Духовным Миром Духовный Мир То есть Мы Говорим Что Когда Вы Имейте Общение С Духовным Миром Это Значит Вы Общаетесь С Престолом И С Богом Вот Тогда Начинает Происходить Божье Действие То есть Вы Можете Приводить В движение Престол Божий И Вот Что Здесь Важно Это Что Вы Влаживаете В свои Мысли И Сердце То Ваши Мысли И Сердце Вам Необходимо Божье Слово Вложить И Вместо Того Чтобы В Мысли И Сердце Божье Слово Вложить Вы Вваживаете Что-то Другое Поэтому Вы Не Имейте Общение С Престолом Божьим А С Сатаной Имейте Общение То есть Вы Жили Долгое Время Слово Божье Не Входило В Вас Поэтому Когда Проблемы Приходят Тогда Вы Идете Неправильным Направлением Поэтому 1 Петра 5-7-8 Сказано Все заботы Ваши Возложите На него То есть Каждый раз Когда Проблемы Приходят Вы Сразу Переживаете Беспокоитесь И тогда Вы Тогда Вы Схвачены Сатаной Вот Принцип Этого Мира Какой Когда Приходят Проблемы Вам Вам Необходимо Сразу Переживать Беспокоиться Об этой Проблеме То есть Метод Этого Мира Это Когда Люди Живут И К ним Приходят Проблемы Так Надо Сразу Решить Эту Проблему Найти Человека Который Может Решить Эту Проблему Вот Такой Метод Что Говорит Нам Библия Необходимо Все Заботы Ваши Возложите На Него На Бога А Если Так Не Делать Тогда Написано Дьявол Как Рыкоч Лев Он Придет И Будет Атаковать Если Евангелие Оно Правильно Вошло Внутрь Вас Тогда Какие Проблемы Не Пришли Вы Будете Так Думать Библия Сказала Нам Что Нам Необходимо Все Наши Беспокойства Переживания Положить Возложить На Бога Также Филиппийцам 4.6.7 Сказано Не Заботьтесь Ни О чем Но Всегда Молите И Прошение С Благодарением Открывайте Свои Желания Пред Богом Если Слово Божье Будет Внутри Вас Укоренено Внутри Вас Тогда Вы Всегда Будете Иметь Общение С Престолом Божьим Вы Можете Общаться С Богом И Тогда Будет Происходить Божье Действие И Тогда Когда приходят К вам Проблемы Мы Доверим Эту Проблему Богу И Мы Сосредоточимся На Боге И Будем Молиться Богу Поэтому Если Вы Переживаете То Само Собо Что У Вас Не Будет Получаться Что Говорит Нам Ефесянам 4 26 27 Написано Не Давайте Место Дьяволу Почему Сказано Гневаясь Вот Не Согрешайте Почему Потому Что Солнце Не Зайдет В огне Вашем И Не Давайте Место Дьяволу Когда Вы Злитесь То Вот Это Принцип Этого Мира Гневаться Это Метод Этого Мира Но Если Вы Действительно Укоренны В Евангелии Тогда Когда Придут Проблемы Будете Так Думать Если Я Сейчас Буду Гневаться Тогда Сатна Будет Меня Атаковать Поэтому Я Сейчас Возвожу На Бога И Буду Сосрятачиваться На Боге Если Вы Будете Так Думать Тогда Само Собо Бог Будет Действовать И Вот Вашей Семьи Дома Вот Когда Ваш Муж Злит Вас Что Необходимо Сделать Необходимо Сразу Вспомнить Божье Слово А Если Я Сейчас Сразу Злюсь Тогда Сатана Будет Он Действовать Через Мой Гнев И Вместо Этого Будете Держаться За Завет За Божье Слово И Вы сможете Одолеть Это И Тогда Бог Он Сам Позаботится О Вашей Проблеме То Если Сам Бог Будет Действовать То Даже Если Одну Секунду Если Он Будет Действовать Тогда Очень Легко Ваша Проблема Решится То Есть Что Я Говорю Вам Что Евангелие Не Не Стало Нашими Корнями До Сих Пор То Есть Вы Уже Запечатлены Неправильными Вещами Которые Не Являются Евангелием Поэтому Вам Не Обходимо Помочь Новообращенным Укорениться Божьем Слове И Также Для Запоминания И Размышления Над Божьим Словом Не Делать Это Законнически Не Делать Это Силой Но Постараться Искренне Размышлять Над Этим И Тогда Слово Божье Будет Вас Укореняться И Входить Изнутри Возьми Поэтому, когда вы проводите личное воспитание, поскольку человек, он уже получил благословение, он уже принял Христа. Поэтому воспитание в данном случае – это не обучение, это помочь ему быть укорененным в Божьем Слове. Поэтому Иисус Он сам говорит, что «Я – лоза, а вы – ветви». То есть, если ветви прикреплены к лозе, тогда они естественным образом будут приносить плоды. Поэтому, что вам необходимо делать для воспитания? Помочь, чтобы новообращенные естественным образом были прикреплены к лозе. То есть, Иисус Он также сказал ученикам «Просто следуйте за Мною. Если вы следуете за Мною, я сделаю вас отцами человека». То есть, Иисус Он не говорит «Вот делай это, либо вот так делай. Просто следуй за Мною». И почему Иисус позвал учеников Своих? «Чтобы с ними быть, чтобы с ним были». Итак, Иисус Я с вами до скончания Земли. И поскольку Бог, Он уже вместе с новообращенными, все, что вам необходимо сделать – это личное воспитание, помочь им запомнить стих и размышлять над стихом, и быть укорененным в Божьем Слове. И если они постоянно будут приходить, если они будут просто приходить к вам, но не будут укоренены, пользы никакой не будет. Поэтому помогите им быть укорененными. И также помочь им сосредоточиться на правильном направлении. Помочь им сосредоточиться, чтобы наслаждаться тем, что Бог вместе с ними. То есть, вы делаете такую сущность для них, чтобы они постоянно наслаждались тем, что Бог вместе с ним. Поэтому есть у нас 7 благословений – пребывание Духа Святого. Бог внутри вас. И этот Дух Святой, Он ведет вашу жизнь, и Он с вами, Его Дух Святой, Он действует. То есть, вот в этом необходимо пустить корни, вот это должно стать вашей сущностью. И помочь, чтобы новообращенные получили этот ответ. И также новообращенным необходимо объяснить, что вы – чадо Божие. Вам дана власть с неба. Если вы молитесь во имя Иисуса Христа, тогда власть сатаны будет связана. И также Бог, Он пошлет своих ангелов новообращенных. Поэтому молитесь, чтобы Бог послал ангелов и получить помощь ангелов. А также ваше покровительство, ваша поддержка – это великий престол Божий. Поэтому Бог, Он дал вам благословение всемирной евангелизации. То есть, попробуйте, чтобы новообращенные были укорены в этом. Вот если действительно новообращенный сможет понять это и наслаждаться своим статусом, своим положением и властью, тогда когда они будут смотреть на проблемы, взгляд на проблемы будет другой. Поэтому Иисус призвал учеников, чтобы они с Ним были и чтобы отправлять их на проповедование. Если по-настоящему Ду Святой с нами, с вами, тогда почему вы подчеркиваете свои мысли, свои идеи какие-то? Если получится понять, что Бог вместе с вами и быть в этом укорененным, тогда вы будете все ваши заботы возлагать на Бога и сосредотачиваться на Боге. И вам необходимо наслаждаться великой властью, которая приходит с неба. Но люди это не делают, поэтому люди обманываются сатаной, а не подавлены этим миром. То есть, первый принцип для личного воспитания, чтобы помочь им укорениться в Евангелии. И здесь очень основную роль играет это, имеется в виду в укоренении, это запоминание библейских стихов и размышления. И не просто так запоминать, а необходимо помочь им вооружиться Евангелием через путь спасения, через еванскую диаграмму. То есть, причина, почему мы просим вас рисовать путь спасения, потом объяснять его перед другими людьми. Потому что это способ, как мы помогаем вам быть укорененными в Евангелии. Вот сейчас у нас есть пастор Альфонсо и пресвитеры, которым помогают. Вот каждое воскресенье утром у меня с ними есть время форума. Вот на прошлой неделе его домашнее знание было. Это рассмотреть самому библейские стихи, которые есть в пути спасения. Потом научиться передавать путь спасения. И воскресенье перед верующими объяснить, передать путь спасения. И сейчас что он делает? Вот целый день он сидит и дома только сосредотачивается над этими стихами, запоминает их, пытается их передавать. Почему? Потому что он понимает, что у него есть такое домашнее задание. Ему надо перед верующими передать слово. То есть причина, почему мы так делаем, чтобы вот это Евангелие, оно было укорено в этом пасторе Альфонсо. То есть вот если пастор Альфонсо, он сейчас рисует путь спасения. И вот по мере того, как он будет это делать, он само собой будет размышлять над стихом, запоминать библейские стихи. И в итоге он будет глубоко укоренен, как дерево пускает корни глубоко-глубоко в землю. Вплоть до потока воды. То есть вот если Слово Божие через мысли, через сердце войдет в мой мозг, потом в дух, и через дух я буду связан с духовным миром иметь общение, то вот эта цель достигнута тогда. Поэтому как вот гвозди забитые, и они твердо забиты, вот так же самое Слово Божие должно быть глубоко забито в нашу душу, тогда Слава Израиля будет повешена, Слава Господне будет повешена на этом гвозде. Вот та же самая. Это и вас касается. Если вы поймете, что вы можете делать, вот сами размышлять над этим, тогда вы сами сможете потом других обучать. А сами подумайте, если вы сами себя так не воспитываете, не размышляете над стихом, тогда как вы можете другим помогать? То есть, а что такое служение горница? Мы не сосредотачиваемся на прогрессе. Но самое важное, вам необходимо быть укорененным в Евангелии. То есть, вот это есть движение горницы. То есть, вот если вы посмотрите другие церкви, вот они постоянно воспитывают, они постоянно дают какие-то разные лекции. Первая лекция об этом, вторая лекция об этом, третья и так далее. А у нас в горнице мы постоянно подчеркиваем одно и то же. Почему? Чтобы Евангелие было укоренено внутрь вас. То есть, с первой главы Бытия до 22 главы книги Откровения мы всегда говорим одно и то же Евангелие. То есть, вот это есть движение горницы. И это есть принцип движения горницы. То есть, причина, почему нам необходимо быть укорененным в Евангелии, чтобы это Евангелие, оно всегда было внутри нас. То есть, неважно, как много вы имеете в виду, как бы много у вас не было опыта хождения в церковь, но если слово не будет укоренено, тогда другое будет укорено. Вот посмотрите на людей, вот они ходят долго в церковь, потом однажды берут и оставляют. То есть, вот они могут всю жизнь ходить в церковь, но у них нет понимания Евангелия. Они не знают Евангелие, они не знают Христа. То есть, вот вы сейчас сами так делаете правильно и так же само вы ведите так служение. И если Бог даст вам встречу с кем-то, тогда вам надо задать Бог, что ты хочешь, чтобы этот человек делал. И тогда, поскольку он новообращенный, необходимо будет это просто помочь ему размышлять и запоминать и быть укорененным в Евангелии. Если Евангелие войдет внутрь него, тогда он может стоять как свидетель уже. То есть, просто запоминая, к примеру, то это просто будет в голове только. Необходимо, чтобы это слово упустило корни, а не было только в голове. То есть, вам необходимо знать и содержание, и размышлять. То есть, я уверен, что вы поняли. Даже если вы не поняли, ничего страшного, я в следующий раз тоже буду об этом говорить. Помолимся. Бог Отец, благодарим Тебя. Господь, как нам надо вести личное воспитание? И какой принцип воспитания учеников? И какой принцип жизни веры? Это пустить корни и помочь другим быть укорененными в слове в Евангелии. А также, Господь, мы верим, что Ты желаешь, чтобы мы были укорены в этом слове Евангелия. Чтобы мы принесли плоды в жизни веры своей. И мы стали свидетелями. Помоги нам самим получить такое правильное воспитание. Потом поднять учеников. И потом, чтобы ученики могли тоже других учеников воспитывать. Во имя Иисуса нашего Господа Христа молюсь. Аминь.